Два с половиной года назад в Москве были выборы в Московскую городскую думу. Я была кандидатом на этих выборах от партии «Яблоко» и наблюдала за выборами на многих участках. Вот этот участок мне особенно запомнился. Здесь были и сбросы, и не подпускали наблюдателей даже близко к урнам. То есть их заставили сидеть где-то в конце какого-то длинного коридора. Я со съемочной группой зафиксировала все многочисленные нарушения. Когда мы стали фиксировать эти нарушения вместе с коммунистами, наблюдателями от коммунистов, составлять протоколы, жалобы и так далее, против меня был вызван ОМОН. Наши жалобы мы отправили по назначению куда только можно. Но нас, я хочу рассказать, что нас даже не пустили ни в УИК, ни в ТИК. В УПРАВе находился ТИК, нас даже туда не пустили. Какие-то очень подозрительные кавказского вида люди и вооруженные к тому же нам очень грубили. И вот я хочу остановиться на честных выборах. То, что те выборы были нечестные, не вызывает никаких сомнений. Выборы 4 декабря были нечестными, нет никаких сомнений. Но ведь мы все знаем, что никто не привлечен к уголовной ответственности. А ведь воспрепятствование законному волеизъявлению граждан – это уголовная статья. Ее никто не отменял. Но она в нерабочем состоянии. Я не вижу уголовных дел. Как говорит один из кандидатов, я не вижу посадок. Где посадки? Все мы знаем, любой юрист знает, что отсутствие неотвратимости наказания – это означает только одно – повторение преступлений, повторение правонарушения. Поэтому то, что эти выборы, выборы президента будут фальсифицированы лично, у меня не вызывает никакого сомнения. Тем более, что сегодня поступила замечательная информация о том, что участник избирательной комиссии от Замоскворечья, сотрудник ГУИСа Замоскворечья, был пойман 4 декабря на вбросах пачек бюллетеней за Единой Россию. Все это зафиксировано. Что вы думаете, теперь на выборах президента он стал членом территориальной избирательной комиссии? Он что, перевоспитался? Или как вообще? Я размещаю этот ролик о старых выборах. Хочется верить, что на этих выборах фальсификаций будет меньше. Я думаю, что, может быть, их будет меньше, потому что люди стали более активны. Нет безразличия. И я надеюсь, что мы все вместе поймаем фальсификаторы и сделаем выборы честными. И еще я хочу напомнить, что 4 марта мы выбираем не только президента, но и депутатов муниципальных собраний. И вот все эти разговоры о том, что выборы будут честными, не вызывают, в общем-то, доверия. Потому что уже ящики ломятся вот от таких вот листовочек кандидатов в эти депутаты. И везде написано, что они якобы независимы. И на самом деле это вранье. Хотя и говорится, что в Москве все независимы, и от партии жуликов и воров нет ни одного депутата, это не так. Они все практически оттуда. Поэтому я советую всем избирателям зайти на сайт город 012, по-моему, он называется, и посмотреть, есть от вашего района действительно независимый кандидат. Если такой есть, голосовать надо за него. Если нет, вычеркивайте всех в чертовой матери. Несколько дней назад я разместила на Рутьюбе свой ролик о том, что мне удалось увидеть и услышать на избирательных участках города Москвы 11 октября. С первой же минуты с роликом стали происходить очень странные вещи. Поверьте, я с интернетом знакома много лет и никогда ничего подобного не видела. Этот ролик стал не появляться на моей странице на Рутьюбе. Этот ролик стал некликабельный, а если удавалось на него кому-то кликнуть, то попадали или мультфильм «Начинал крутиться ежик в тумане», или какие-то идиотские телевизионные передачи. Комитет госбезопасности работает оперативно на высоком профессиональном уровне. И поэтому я решила перезалить этот ролик. Итак, смотрим. Мы находимся у 535-го избирательного участка Бабушкинского района. Вот в этой школе находятся три уика, в каждом из которых в журнале для голосования есть карандашные отметки. В двух уиках самосили всех убрать. Вот в этом 535-м упорствуются о заблуждениях и нарушениях. Отказывались показывать журнал о списании открепительных удостоверений и отказались показать документ, подтверждающий, сколько открепительных удостоверений было выдано. Едем дальше. Повышение творческой активности МАК неразрывно связано с развитием социалистической демократии. В избирательном участке 123 на Николаевской улице уже два нарушения за сегодняшний день. Первое нарушение допустила председатель территориальной избирательной комиссии Бахтерярова, которая приехала сюда и запрещала, пыталась запретить наблюдателю от партии Яблоко ходить по залу избирательного участка. Она сказала, что наблюдатель может только сидеть, прикрепившись к стулу. Это грубейшее нарушение, была подана жалоба. Я являюсь наблюдателем на избирательном участке номер 123 от партии Яблоко. Сегодня в 10 часов утра было выявлено серьезное нарушение избирательного законодательства. На избирательный участок поступили заявления от людей, не проживающих на территории данного участка, но которые явились заявлениями, на основании которых, по их словам, они могут получить избирательные бюллетени для подачи голосов. Председатель комиссии категорически отказалась принять наблюдателя жалобу. Они сказали, что эта жалоба не подлежит удовлетворению. Пришлось кандидату в депутаты мне приезжать сюда и объяснять основы законодательства избирательного в Москве, что жалобу они обязаны принять в любом случае. Они обязаны ее потом рассмотреть. При мне эта жалоба после моего вмешательства была принята с большим скрипом. Хорошо, я виновата, жалобу я привыкла, но это самое... Но однако же это грубейшее нарушение. Появляются какие-то списки. И что интересно, на списке из 35 человек, у которых нет ни открепительных талонов, которые не числятся в спрошерованном списке избирателей, почему-то написано театр. Видимо, это театр абсурда. Как мне объяснили в избирательной комиссии, что тут напротив находится какой-то камерный театр, который каждые выборы таким образом нарушает закон. Вот копия жалобы, которая все-таки была принята. Не хотели на ней расписываться, не хотели сдавить печать и очень-очень хамилия. И сегодня мы с полным основанием можем сказать, гигантская проделанная работа. Ну, а на участие номер 536 наблюдателям от Яблока и КПРФ вообще запретили подходить к урне для голосования ближе, чем метров на 15. Вот что можно увидеть с этой точки. То есть ничего. Урна не только далеко, но и закрыта кабинкой. В общем, бросай в нее, что хочешь. Скорее всего, и бросали, потому что после того, как с помощью председателя ТИК мне удалось отстоять законное право наблюдателей действительно наблюдать за выборами, а не просто сидеть в отдалении, они тут же обнаружили одного человека, который спокойно получил избирательный бюллетень по ксерокопии паспорта, другого, который вообще непонятно каким образом получил два комплекта бюллетеней, то ли за дочку, то ли за мужа, которых никто нигде не видел. А отмечено в этих бюллетенях было, конечно же, Единой России. Так, вот они, бюллетени. Портнова, Портнова, Лужков, Лужков. А поскольку я приехала на этот участок под вечер, то можно представить, сколько бюллетеней было вброшено до этого, что подтверждается тем, что наблюдателям от Яблока и КПРФ недалеко ознакомиться с копиям протокола, а меня, кандидатов-депутаты, не пустили на территорию ТИК в управе, присутствовать где я имела полное право. К вам сейчас спустят, а то он больше можно не ждет. Наверное, им было что скрывать. И чем дальше будет продвигаться наше общество вперед, тем полнее будут раскрываться огромные творческие возможности власти в интересах народа. Этот ролик так и называется «День выборов 11.10», потому что то, что произошло 11 октября в Москве, это тоже катастрофа. Это катастрофа демократии, и она даже может быть хуже тех выборов, которые были у нас при Брежневе, потому что на тех выборах от них ничего не зависело в стране, а от этих выборов зависело многое. На всех избирательных участках было огромное количество милиции, которая теоретически не вмешивается в политику, и это правильно. Но милиция должна вмешиваться в те моменты, когда совершаются преступления, подпадающие под действием Уголовного кодекса. Статья 141 говорит о том, что уголовным преступлением является нарушение избирательных прав. Все вот эти махинации, они все являются, подпадают под действием Уголовного кодекса. Милиция не проявляла никакого желания хоть как-то это пресекать или заниматься профилактикой. Итак, благодаря выборам 11 октября мы пришли к выборам брежневских времен. Но если сравнить те выборы и эти, то увидится значительное различие. А именно, на тех выборах никто никого не обманывал. Там все знали, что все голосуют за одного кандидата. И те, кто избирался, и те, кто выбирал, и сотрудники избирательных комиссий. А вот на недавних выборах граждан поставили по разные стороны баррикад. Граждан заставили обманывать других граждан. Это надо было видеть лица учителей, которые работали в УИКах. Большинству из них было стыдно. А ведь этим учителям завтра приходить на уроки и учить наших детей. Никакое общество не может существовать без доверия к власти. Без доверия к власти могли существовать только какие-то восточные деспотии, которые ничего не смогли создать и построить. Сейчас 21 век. И если Россия хочет идти вперед и хотя бы выжить в этом быстро развивающемся мире, то необходимо отменить результаты выборов, которые были 11 октября 2009 года. Нужно провести новые, честные выборы. И тогда у власти будет доверие ее граждан. Пройдут годы, десятилетия, но этот октябрьский день навсегда останется в памяти народной, как яркое свидетельство подлинного торжества принципов народа власти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...